Доброго времени суток, дорогие телезрители! Вы смотрите летний эфир. И сегодня этот летний эфир вместе с вами проводит Виталий Терон, самый летний ведущий, как я не устаю повторять. И сегодня у нас в гостях я рад приветствовать и представляю вам президента благотворительного фонда социальной поддержки и защиты граждан Дерево Жизни Петр Валерьевич Константинов. Здравствуйте! Можете рассказать про фонд Дерево Жизни? Во-первых, добрый день, дорогие телезрители! Ну или вечер, насколько будет вечер. Добрый вечер. Фонд у нас, благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан Дерево Жизни, работает 4 года. За это время мы организовали очень много социальных мероприятий, благотворительных акций. Крупный из них, это мы совместно с Центральным округом города Якутска в прошлом году в комплексном центре социального обслуживания города Якутска по улице Пушкина построили уличный тренажерный комплекс, специализированный и адаптированный для инвалидов. А где он? Это Пушкина 31, комплекс социального обслуживания населения города Якутска. Там тренажеры какие-то специальные, да? Специальные именно адаптированы для инвалидов, они силовые, которые обычно занимаются в фитнесах и так далее. В принципе, там проживает 149 инвалидов, и они довольны, и до сих пор они пользуются нашими вот этими тренажерами и комплексами. Далее, в том же году, это получается в прошлом году, мы проводили благотворительные мероприятия, написали проект, он назывался «Мир не без добрых людей». То есть он включал в себя помощь лицам без определенного места жительства, которым у нас в республике практически никто не занимается и не помогает. Мы организовали проект ежегодный, то есть мы организовали ежегодное питание. Вы имеете в виду, это сейчас тоже действует? Это не действует, это в прошлом году мы написали проект с Министерством институтов по развитию гражданского общества. Проект был организован именно на гранд-министерство, и там мы проводили ежегодные организации питания по определенным местам нашего города. Плюс зимний период времени всех одели, обули, и самое главное, восстановили им документы, то есть это паспорта. После у них практически каждого человека, каждое лицо данного проекта оформило практически всю инвалидность, то есть они сами из неблагопустимыми астами, понимаете? И плюс у них появилась возможность оформить пенсию. После этого у некоторых лиц появились родственники, когда появились выплаты. И потом они, некоторые лица вернулись к обычной среде жизни нашего. Это очень хорошо. Это очень хорошо. И в данное время, это мы сейчас, прямо вот сегодня, да, у нас идет стройка, строительство по улице Клары Сеткина. Это для детского подросткового центра при окружной администрации города Якутска. Филиал есть «Солнечный мир», где посещают 449 детей. Из них 176 дети с ограниченными возможностями, 146 детей – дети инвалиды. То есть им мы строим инклюзивную, тоже специализированную площадку «Кюнердайду», то есть на русском «Солнечный мир». А также насчет нашего фонда, да, кратко рассказать. Он работает практически со всеми социальными организациями, детскими домами, коррекционные школы, в принципе, и социальные. Значимые объекты. Далее у нас вот насчет концерта, да, сейчас идет плодотворная работа. Это с Министерством институтов по развитию гражданского общества Республики Саха-Якутия и благотворительный фонд. Сегодня у нас… В камеру посмотрю, да? Можно, конечно. Сегодня у нас проводится 27 числа, 18.30 благотворительный концерт «Помощь пострадавшим от паводков». Это, то есть, 4 муниципальных образования. Абыйский, Анабарский, Середнеколымский и Усьянский. На данном паводке у них очень много пострадало социально значимых объектов. Это такие там школы, детские сады, музеи, библиотеки, администрации поселков, котельные. Ну и там ведутся очень много работы. Сумма неизвестна, да? Сумма сейчас даже еще до… Ущерба. Ущерба точно неизвестна. Сейчас ведут еще дополнительные подсчеты. И всех жителей столицы и гостей призываем сегодня поучаствовать на данной акции, которую еще раз напоминаю, 18.30, ДК имени Кулаковского Алексея. Билет всего стоит 300 рублей. И там у нас будет объявлен старт гуманитарной акции «Поможем вместе». Плюс на данном… извините, да? На данном мероприятии у нас будут принимать участие 4 муниципальных образования представители, артисты данных, улусов. Танцы будут. Танцы, да, песни, танцы. Плюс это северные районы. И плюс звезды театра эстрады. Но это сюрприз, объявлять не будем. И хотелось бы показать реквизиты для причинения… Для причинения средств как раз… Средств именно, да, помощь пострадавшим. И все врученные средства данного концерта и данной акции пойдут на восстановление данных муниципальных образований. А в первую очередь что будет восстанавливать? Вот, в первую очередь, конечно же, будет восстанавливать социально значимые объекты. Это школы, детские сады, администрации поселков. А потом уже, конечно же, сейчас у нас уже холода наступит, котельные, ну и так далее. Уже конец июля. Да, конечно же, и, конечно же, потом жилые дома. Понятно, хорошее дело. А можно спросить, да, еще? Конечно, конечно. Вот ближайший, это вот концерт вы организуете сегодня, да? А после концерта у вас какие-то уже есть планы? Да, конечно, у нас есть совместные планы. С данным же министерством мы не сотрудничаем не первый год. С окружением старости города Якутска тоже работаем. И с министерством труда хотелось бы еще в дальнейшем проработать какие-то проекты и акции. Ну, об этом заходить вперед не будем. Конечно, мы готовим фонд уже в планах следующего года, фонд намерен открыть филиалы в муниципальных образованиях нашей республики. Большое спасибо вам. Вам спасибо. Дорогие телезрители, приходите сегодня. Куда еще распространить, пожалуйста? Театр имени, Театр Дружбы народов имени Алексея Кулаковского. 18.30, 300 рублей билет всего лишь. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Дорогие телезрители, мы продолжаем и представляем вам следующего нашего сегодняшнего гостя. Это директор ООО Научно-исследовательского института генеалогии и этнологии народов Севера Республики Саха-Якутия, ассоциированного члена Академии наук Республики Саха-Якутия Аргунова Константина Ильича. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете рассказать, пожалуйста, чем занимается ваш институт? Наш институт... Институт это генеалогии и этнологии народов Севера. А более простым языком? Более простым языком это институт родословий и народоизучения. Это будет так попроще, но так как научное учреждение, мы так таким образом... Так не можете назваться. Так, так, так нужно назвать. Да, ну, институт создан 4 года назад и работает в качестве юридического лица, и получился официальный статус научно-исследовательского института. И в настоящее время наша деятельность проводится где-то в 10 улусах, именно буду говорить сегодня улусах, да? Я чуть-чуть вас перебью. Вы сказали, 4 года назад был создан институт. А что предшествовало созданию института? Какая проблема? Да, вот предшествовало то, что эта идея была давным-давно, уже в конце 90-х годов, но тогда не было никакой методики. Это идея? Да, идея, идея просто была. Идея, от чего началось это? Я премник своего дяди, да, Аргунова Федот Семеновича, это композитор. Он занимался нашим родословием, уже первые архивные поиски в 47-м году он делал, да, род Аргунова. И он в моей молодости, в детстве, я как бы у него был подручным, нарочным. Собирал фотографии и так далее. Вы помните? Да, ну, а потом уже, когда я уехал из Якутии, долго жил за пределами Якутии, вот такое, я встречался с многими земляками, которые там живут и вообще никаких связей с своей родиной, не знаю, с своей малой родиной. И думал такая, как это люди приехали сюда и вообще они даже, и тяги у них никакой нет в Курнородине, и они там, как говорится, уже с менталитетом. Но вашей тяги хватало на других еще. Да, да, да. И потом, когда я приехал, думаю, а возможно ли, вот раз наш род описан, описать весь текутский народ, да? Никакой методики, технологии нет, мы пытались, пробовали это через депутатов, вручную и так далее, но это невозможно. Современность наших народов по генеалогии, именно древо, невозможно описать, потому что тут очень перекрестные родственные связи наши все, да? Не имея в виду, что двух разных этносов там, да, еще внутриродовые эти же взаимородовые связи. Поэтому, когда мы уже перешли на компьютерные технологии, это оказывается возможным. И поэтому мы, ну, в первую очередь мы хотели описать и КУТОП, как титульный, как титульный этнос. Институт, понимаете? Да. Ну, а потом тогда, когда начали уже описывать, вот, со своей базовой сделали свою, свой род, а тут, оказывается, в нашем роду есть и русские, и вены, и мордвины, и так далее, и прочее. Это же наши родные люди же, да? Это же отцы, матери наших, как говорится, племянников, наших внуков и так далее, и прочее. И очень такая идея хорошая, что описывая именно вот местный титульный этнос, описываешь всю современность. И наша задача, вот сейчас уже конкретизированно по нашей концепции, что наша задача наших современников, которые мы сейчас живы, описать хотя бы до... Внести электронную базу данных по метрическим, доступным данным по закону, да? Да. До 1926-1928, вот это годы переписи... Это сколько поколений назад? Это будет в некоторых городах, это будет до шести поколений, а в некоторых это четыре поколения, где будут долгожители. Многие не знают своих прав бабушек, прадедушек, шесть поколений отдыхают. И тут я сегодня, так как я вышел на русский блок, я бы хотел передать всем тем главам муниципального образования промышленных районов, да? Так как времени не хватало, в то же время первый этап, вот описание именно скоплений, то есть поселений коренных народов еще не завершено. Идет только первый этап набора вот этих данных генеологических, да? И второй этап у нас будут промышленные улучшения, тогда как, так как у нас имеются старожилы с приходом, вот с присоединением к Российской империи, это 17 века. И те старожилы, которые здесь у нас проживают совместно, веками, понимаете, веками, 390-385 лет, более, около 400 лет. И мы настолько перепелились в родственных связях, да? И часто чисто по медико-биологическим понятиям. Это наши старожилы, их можно приравнять даже коренным народам. И в том числе это, поэтому это важно. Но по каким причинам вы должны, дорогие телезрители, знать свой род, свою историю? Вы узнаете после рекламы. Мы вернемся в эфир буквально через 2 минуты, и поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы вновь в прямом эфире. Ну, или вы, если вы смотрите в фото, то не в прямом эфире. Вы смотрите летний эфир, с вами Виталий Терон, самый летний ведущий. Итак, мы закончили на старожилах. Можем продолжить эту тему? Значит, вот с старожилами у нас все понятно стало, да, что они именно наши веками местопроживающие, и у нас единое родословие даже, можно сказать. Но есть такая простойка, та, которая пришла к нашу республику именно с первым расширенным потоком, не считая это полицейных, каторжников и так далее, да, тех, которые за торговлей переехали и так далее. За него родословие. То есть, по началу советской власти, когда началось освоение Якутии, прибыло очень много народу, и если раньше русскоязычное население составляло там, допустим, абсолютно минимальное количество, то уже к 40-м годам мы уже даже превалировали, да. Вы имеете в виду больше, чем... Число коренных жителей, да. И именно та простойка, вот 2-3 поколения, которое пришло сюда, да, и с прогрессом, в связи с тем, что со временем наверняка наша Россия, то есть это республика в объекте мегапроектов и так далее, будет очень приток большой населения со стороны Якутии, да, и СССР, вы сами же это наблюдаете, да. И именно вот это поколение, которое я вот с Хандыгинского своего одномесячной своей практики знаю, что они не очень абсолютно не заинтересованы делать свои родословия. Чем это связано? Так как именно вот это поколение, у них еще есть родовые связи с Российской Федерацией, с нашим СНГ, да, и они думают, что... Нам зачем это надо? Смысл особого они не видят? Да, особого они не видят. А своих родителей мы знаем это. Но в то же время именно поколение правнуков, нынешних современников, да, вот наших, вот с вами современников, спросят, а мы откуда? А те, которым сейчас 60, 70, 80 лет, они же мы, это поколение все равно меняется же, уйдет. И прервется все-таки историческое вот это родословие. Именно откуда они скоро, они с Брянской области, со Львовской, Кировской, ну, откуда с Курской области, Белгородщина, да. И вот, а к этому времени другая волна мигрантов, те, которые сюда придут, которые переселят, вот это наши, сколько, миллионы людей, да. И они могут оказаться между и не вашей, и не нашей, понимаете, да. Люди без, как говорится, без рода племени не могут превратиться. Целые пару поколений, два-три поколения, да. Поэтому всем хочется так сказать, что именно вот с образованием первой геологической базы коренных народов мы наверняка уже с прошлого, со следующего года, на основании резолюции пятого съезда глав республики Саха-Якутия, перейдем, уже в этом году мы хотим мирно выходить. И, кстати, я хочу сказать... Я подумал, вы сейчас скажете, на российский масштаб, потому что вы назвали такой... Мы уже в этом году выйдем, так как наверняка в августе месяце правление совета глав будет, да. И там будет обсуждаться вопрос о проведении совместного съезда глав. А сейчас такой работой не ведется разве в России? По России... В рамках переписи населения той же самой. Так, по России очень даже плохо, так как говорится, во время революции очень много метрических данных церкви... Было потеряно. Им очень потеряно было. И вообще центральная Россия и сам русский народ, он же как бы по моему определению... ...это гиперэтность, да. Он во всех родословиях всех народов России представлен. И родовые корни вот эти русского народа очень разветвленные. И проследить вот это все по всей России очень трудновато, да. Хотя по всем своим... по переписям еще кое-какие, чтобы остановить можно, да. Но именно наша вот Якутия, как издревле, будем говорить, проживая и имея свою традицию, как инстинкт самосохранения, да, сохранить свое генетическое древо до 9 поколений, станет стать опорной базовой именно вот российского масштаба программы. Как бы уже методика найдена, да? Да, методика найдена. Практика уже есть. Практика уже есть. У нас в 50-й на слегах в некоторых местах, в двух, в некоторых местах по одному человеку пробивает, вносят эти данные сотни тысяч. Сотрудники как раз такие, да? Да, да, да. А сколько всего сотрудников, например? Тогда около ста человек работает. Нет, сейчас где-то около 50 человек работает. 50 человек? Да, это вот съезды родословия народов Якутии, мы их соберем в один кулак, всех попризнакомь, еда, единая сеть будет, да. Плюс у нас представители в УЛУСах же имеются, да, именно от института, тоже общественные, да. Я хочу задать вопрос, который, наверное, надо было в самом начале задать. Почему это важно? Почему важно знать свое родословное? Важно знать то, что, давайте тогда будем говорить откровенно, как чисто по медико-биологическим понятиям, чтобы не было близко кровных отношений между родственниками. Якуты издревле живя в Якутии, они декочевой народ, они изолированно жили. И доступа свежей крови не было, будем говорить, в нашей территории, да. И первое вот это то, что они, как люди, которые здесь живущие совместно с природой, у них вот это сохранение тех припонов кровосмещения, именно от знания своего родословия, да. И вот от этого все это исходит. Это первая чисто, как говорится, практически и самая главная актуальная проблема, которая сейчас... Что в научном мире обосновано. Да, да, да. И наших сторожилов, кстати, они это поняли, да. И они очень начинают сейчас активно заниматься. Я хочу, пользуясь случаем, вспомнить своего очень сподвижника. Вот Бориса Михайловича Припузова, да, вот его книга «Семейное древо». Это праправнук бывшего Припузова Николая Прокопьевича, это дедушка его, да, Хангаласского области. Он был депутатом Якутской области, Покровской области, 1886 год, понимаете, да. И вот Борис Михайлович, ему очень активно он с нами сотрудничает. Кстати, в том году у нас философский диалог, Бориса Михайловича пригласили, он выступил там оттуда со своими размышлениями и так далее. И министр молодежи даже, как говорится, отметил его за то, что он вот такой общественный сильный. Он, кстати, очень сильно активно работу ведет, да. И мы возьмем Анатолия Анатольевича Добрянцева. Он председатель государства Емсюкова, же это общественная организация. Плюс он описал вот это по его велению и так далее. Это родина Емсюкова, да, наших старожилов, инокровных, как говорится. Уже нельзя их на них говорить, что ты русский, да. Это же наши, ну, родные, как говорится же, да. И вот у них очень хорошо род Добрянцев уже вот описано, да, в книге вот такая толстая. К сожалению, у меня ее нет, ее нет. И именно род Емсюкова, род описан. Вот, понимаете, вот. И вот именно вот эта практика должна быть внедрена во всех среди старожилов, понимаете. То есть у каждой семьи желательно должна быть по-хорошему, должна быть свое древо. Да. Еще по значению я хочу сказать, да, вот, говорят действительно. Хочешь себя познать, изучить своих предков. Потому что человек, когда рождается, он не рождается, как, допустим, пустым своим мозгом, да. У него уже заложена вся... Генетически базиска. Да, генетическая вся память, вся жизнь предков, понимаете. И он, когда рождается, он растет, становится человеком, рожает, ну, допустим, у него появляются свои потомки. И именно на опыте своих предков, на предков, обогащая ее, передает детям. Поэтому же говорят, познаешь предков, познаешь себя. Вот это еще одно из главных предков. Еще и национальные дни, не надо сказать. Национальные дни, это что? Да. Именно вот это, когда мы на российский масштаб хотим выходить, именно начиная, наверное, с научного сообщества выйдем. И с близ Якутии лежащих муниципальных образований, наверное, съездим и пригласим. Здесь очень даже нигде не применяемое вот это. Раньше у нас при советской власти же было принудительно. Мы единый народ, да. Мы единый народ, это просто как шаблон был принят, понимаете, да. А сейчас именно на основе единого генеалогического древа. Практически документально можно увидеть, что один народ. Да, практически наушно обоснованно, что мы действительно единороссловные братья и сестры, да. Вот понимаете, тут Россия, она материковая. Да, я хочу послушать вопрос. Я хотел бы все-таки узнать, пока наш фирм не закончился, каким вы видите результат работы института? Так, результат института никогда не закончится, потому что пока жив человек, пока живы поколения. Хорошо, тогда по-другому. Ваша задача на ближайшие пять лет? На ближайшие пять лет закончат родословные древо всех жителей, проживающих здесь, коренных народов. И до 1926 года включительно где-то шесть поколений. Эта задача поставлена среди наших, тех, в которых мы живем. Вы с собой, кстати, принесли свое древо. Мы можем показать? Да, мы можем, конечно, это показать. Давайте я помогу, оно длинное. Вот именно моя семья. Как будет выглядеть родословное. А я с этой стороны буду сворачивать. Это родословное нашей семьи еще 2013 года, так что здесь все данные устаревшие. Уже много родились, многие умерли. Добавились. Да, добавились, кто-то развелся, кто-то переживелись. А последнее древо, это кто-то, с чего же начинается? Так, самое последнее древо, это у нас от прапрадедов. Почему прапрадед? Потому что это наш род. И начинается вот, они здесь, видите, как здесь ответвления нет. Здесь другие роды идут уже, понимаете, от одинного рода. У нас род где-то около 13-14 поколений, начиная от Чурбиян-Харсун. Понимаете, якутское родословие состоит из мифологической, архивной и настоящего. Дорогие телезрители, знайте своего рода. Если есть такая возможность, то спросите у ваших бабушек, прабабушек, как звали их родители и их родители. С вами был Виталий Терон. Всего хорошего вам и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok